Музыка Приветствую всех зрителей моего канала и сегодня хочу поделиться с вами своей радостью по поводу окончания моей работы от Лука Эс это будущая наволочка на подушку сова вышиваю я все это в подарок для своей подруги Иры начала я ее вышивать 9 ноября и закончила вышивать 28 ноября два дня у меня выпало и соответственно вышивала я ее 17 дней 16 дней крестики полукрестиков не было и один день я делала бакстич но то настолько грубо говоря потому что бакстича там на полчаса работы это с головой вышивалась эта работа на равномерке это Лугана 28 цветов ниток размер самой будущей подушки которая должна в эту наволочку поместиться 40 на 40 а размер самого дизайна 23 на 22 см и что я вам могу сказать готова моя работа она уже постирана поглажена и если хорошо карты лягут то я сегодня даже возможно ее отдам уже в пошив по крайней мере я ее понесу с задником с молнией и спрошу сколько это удовольствие у нас тут стоит вот как выглядит моя сова вот конечно она смотрится такой одинокой на таком большом куске ткани но в подушку когда еще немножко вот завернуться края и когда здесь будет подушка когда она будет вот так как выпирать немножко вперед ну я же видела эту оформленную подушку на выставке handmade expo и не смотрелось не смотрелся этот дизайн очень маленьким возможно это сейчас только создается такое впечатление потому что это просто еще отрез ткани а не готовая подушка наволочка совсем чуть-чуть здесь бокс тича видите вот там вот сверху на кисточке по бокам на шапочке вот сейчас хорошо видно слева справа на глазах у совы и чуть-чуть буквально вот здесь несколько линий на перышках у совы то есть вот бэкстич здесь вообще элементарно я даже на примере этого бэкстича сняла видео о бэкстиче потому что он здесь ну проще некуда впервые тут я использовала вот эти вот ниточные органайзеры специфические для лукаэс потому что у меня есть несколько наборов лукаэс но так складывалось что я их никогда еще не вышивала то есть я их пока только хомячила и сейчас я постараюсь их развернуть и показать вам сколько ниток осталось от набора после вышивки всего дизайна и так расплела я это все кто помнит я здесь на органайзерах сама проделывала дыроколом дырочки и когда нитки вот здесь намотаны я их снимала когда их оставалось мало и привешивала все сюда поэтому видите здесь осталось только три цвета и кому интересно посмотрите по значкам давайте лучше на фоне стены а не на фоне себя посмотрите сколько ниток осталось если кому-то нужна эта информация в принципе всех ниток осталось чтобы что-то вот чего-то критически не хватало не было в этой работе конечно это меня очень порадовало следующий некоторые да я отсюда сняла но тут еще висит много единственное из всех вот этих вот дырочек которые я проделала у меня единственная только прорвалась вот эта которая черная к сожалению а так всего всего осталось много там где для бэкстича там вообще мне кажется тем количеством ниток которые остались можно сделать еще бэкстич на таких работах наверное четырех или пяти очень много надеюсь я этот еще не показывала это у меня третий органайзер и вот этих вот бежевых которых здесь очень много использовалось наверное больше всего их здесь в сове использовалось их вообще много осталось еще видите намотаны вот здесь снизу еще сколько нитки то есть да ниток осталось много и схему как вы помните схема здесь состояла из четырех листов я ее склеивала вот так у меня выглядит схема да страшное черное чудище конечно с этой схемой мы сейчас попрощаемся так это вообще схема Атлантсвит я не знаю что она здесь делает почему я собралась вам ее показывать это вообще загадка ну и собственно можно посмотреть как выглядела на обложке сова и как она выглядит сейчас у меня давайте сама посмотрю ну фактически фактически то же самое вряд ли мне удастся это все взять в руки одновременно хотя кто его знает вот не знаю будет ли так что-то видно мне теперь кажется что даже немножко ярче на вышивке получилось чем на обложке конечно было бы здорово если бы сова была еще чуть-чуть ярче вот чуть-чуть но не получилось впервые я использовала нитки анкор раньше я не вышивала этими нитками большие работы и я рассказывала на протяжении вышивки и процесса вышивки что у меня эти нитки ложились неровно что они крутились у меня и сейчас вот я рассматриваю свои крестики после стирки уже конечно стало лучше но все равно это не предел мечтаний конечно когда я вышиваю нитками и дмс я вижу что крестики после стирки они прям вот ровненькие ровненькие здесь они лучше но не прям как-то невероятно лучше не знаю покажет ли оно так прям крестики конечно никто не будет прям носом водить по этой работе но не знаю возможно к этим ниткам стоит приноровиться потому что каких-то под своими видео когда я это рассказывала каких-то особо негативных отзывов я не прочитала у кого-то крутится у кого-то не крутится но никто не плюется поэтому очевидно это я немножко как-то просто от отсутствия практики вышивки этими нитками подушки собственно сама подушка которая будет у меня вставляться в эту наволочку она у меня уже есть я приобрела осталось только пошить саму наволочку чем я надеюсь сегодня и займусь и покажу вам тоже в этом месяце точно это покажу потому что куда уже тянуть покажу готовую подушку как это все получится как мне ее сошьют все спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока удачи вам